Приветствую вас. Мне кажется, что любой страх не нужно подавлять, если вы об этом. Любой страх не нужно задавлять. Но в первую очередь важнее его раскрыть. Почему именно это? Почему не что-то другое? Почему именно ВИЧ вы боитесь? Я не думаю, что это случайно. Вполне вероятно, что у вас, может быть, был какой-то негативный опыт. Возможно, и скорее всего, не важно о заболевании вас это почему-то сильно впечатлило. Это достаточно. Вот. Может быть, есть какие-то еще у вас основания причин беспокоиться. Вот. Но мне кажется, что в любом случае это нужно поисследовать. Потому что понять, что для вас значит ваш страх, какой он, грубо говоря, имеет для вас значение. Это первый момент. И не менее важным моментом, как мне кажется, является то, что на данный момент ваш страх, который вы описываете, да, как будто бы для вас более важен, чем все остальное. Как будто бы, ну, сама жизнь, ну, ваша жизнь вам не так интересна и не так привлекательна для вас, как этот страх, как этот страх, из чего я могу сделать вывод, что вероятнее всего, ваша жизнь вам не так интересна, как могла бы быть. Вот мне кажется, что на это вам нужно обратить в том числе свое внимание именно на тот аспект, что вам интереснее бояться, вам интереснее пугаться, может быть, чем жить в своей жизни. И, вероятно, по причине того, что он себя, вы знаете, не очень хорошо, вероятно, по этой причине. Вам интереснее бояться. Страх вам, для чего, для чего это нужен? Вопрос только в том, для чего он вам нужен. Я думаю, я думаю, так или иначе, что какую-то выгоду вы из этого получаете. Ну, пока что, по понятным причинам, я надеюсь, не знаю какую. Разобрать это можно и нужно. Надеюсь, что вы это сделаете. Я имею в виду, что я надеюсь, что вы обратитесь к психотерапевту, да, вот, к психотерапии и, соответственно, с этим поработаете. То есть, и бороться со страхом, да, и, как бы, давать ему слишком много власти на своей жизни, наверное, было бы ошибочно. Здесь важнее то, что я сказал. Надеюсь, вам это более-менее будет понятно. Вот, соответственно, обращайтесь за помощью. Будем рады вам помочь. Я буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу. Что-то позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...